Детское радио представляет Необыкновенные истории обычных вещей Какая удобная штука! Степлер! Один щелчок, и ты скрепил сразу пачку листов. Как без него люди раньше жили, не представляю. Особенно школьники. Без меня Степлера. Плохо жили, особенно школьники и студенты, и все те, кто имел дело с бумагами. Листы часто терялись, перепутывались, их приходилось сшивать между собой. Ужас самый настоящий. И ведь так люди страдали всего лишь 200 лет назад. Ведь Степлер появился только в середине 19 века. Мы бываем ручные электрические, различаемся размером скобы, но действуем по одному принципу. Вот я ручной Степлер с механическим усилителем и могу вбивать скобу с достаточной силой даже при небольшом давлении на мой корпус извне. Скоба проходит через пачку листов насквозь, упирается в пластину со специальными закругленными углублениями, и концы, вдавливаемые скобы, загибаются. Моими предшественниками были небольшие тесемки и воск. Тесемками связывали листы бумаги, а воском заливали узлы, чтобы не развязывались. Этот метод использовали очень успешно с тех пор, как начали пользоваться бумагой, то есть с 11 века. И только в 1841 году американец Сэмуэл Слокум запатентовал моего предшественника. Это были приклеенные к бумаге булавки. Мы были известны как скреплятели, а степлерами мы стали в 1909 году. Так нас назвали от английского слова «скоба». Самый первый степлер был сделан в 18 веке для короля Франции Людовика XV. Каждая скоба была ручной работой с королевской эмблемой. Штучный экземпляр был, только король им пользовался. И этот степлер был тяжелым. Он весил почти 4 килограмма вместе с подставкой из серебра и драгоценных камней. Не так давно был изобретен новый степлер. Без скобы действует. Он сам вырезает, точнее, выбивает полоску из листа бумаги, которая выполняет роль скобы. Недостаток такого канцелярского степлера – он скрепляет всего 20-30 листов бумаги. Наверное, скоро придумают еще какую-нибудь штуковину, чтобы бумагу скреплять. И тогда я буду уже не так нужен людям.